Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о тратах на автомобиле и корейском вездеходе. Эксперты одной из лизинговых компаний решили выяснить, в какой стране Европы владеть автомобилем дороже всего. Это нам кажется, что у нас дикие цены на все. Но поверьте, есть страны, где дорого — это действительно дорого. Наша страна в рейтинге дороговизны владения занимает лишь 16-е место. И то рассчитывали этот показатель только для бензиновых двигателей. Ну так вот, ежемесячная цена эксплуатации машины у нас — порядка 29 тысяч рублей. Здесь учитываются не только расходы на топливо, но и амортизация и расходы на обслуживание. Чемпионом по расходам являются жители Солнечной Норвегии. Тамошние владельцы бензиновой машины платят 708 евро, а автомобили с дизелем — 681 евро. На втором месте — итальянцы, а замыкая тройку — граждане Дании. Больше всех повезло тем, кто владеет автомобилем в Венгрии. Им приходится тратить жалкие 364 евро и радоваться жизни. Южно-корейский автопром — структура мощная и конкурентоспособная. А еще у страны утренней свежести есть один не очень спокойный сосед — Северная Корея. Вот и приходится южанам поддерживать свою армию в тонусе. Ведь из-за забора то и дело начинают вылетать какие-нибудь ракеты, а риторика властей не перестает быть агрессивной. До недавнего времени армия Южной Кореи передвигалась на всяких Хаммерах и прочих американских автомобилях. Но имея такую отрасль, просто преступно не иметь что-то своего. Даже китайцы уже сделали свой армейский автомобиль и пытались продать его всем, вплоть до россиян. Так вот, компания Kia разработала автомобиль под названием «Легкий тактический автомобиль». Полноприводный внедорожник существует с двумя видами колесной базы — стандартной и удлиненной. В первом случае машина весит 5700 килограмм, а во втором — 7 тонн. Вездеход оснащается дизелем, мощностью 225 л.с. и 8-диапазонным автоматом. Максимальная скорость немаленькой машины составляет 130 километров в час. А работать она способна в диапазоне температур от минус 32 до плюс 43. Говорят, что он сильно дешевле аналогов. Охотно верим. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин.